Увы, но это не долгожданная капель, а коммунальная катастрофа для жителей 84-го дома на юбилейной. Наталья Мальцева, жительница 5-го подъезда, говорит, что такие лужи в подъезде уже не первый год. Крыша течет. До первого этажа там в резиновых сапогах только ходить. И, кстати, раньше заливала хотя бы межэтажные площадки, а сейчас их квартирам подбирается. И сегодня почту вот запирала, а вся почта мокрая. В прошлом году дом 84 по улице Юбилейной официально признали аварийным. Несколько семей уже успели переехать в новое жилье. Но вот, например, дом, который выбрала Наталья Мальцева, находится еще на стадии котлована. И ей, как и ее соседям, куковать в такой обстановке еще долго. Насквозь сырые перекрытия, перила, почтовые ящики и огромная лужа на выходе из подъезда. Все это последствия дырявой крыши в доме номер 84 на улице Юбилейная. Сейчас вода уже сочится и в квартиры жильцов. Этот дом находится в ведении управляющей компании Семина. Когда переселят людей, неизвестно. А вот весна начнется через месяц, а вместе с ней и новые дожди. Как будут решать проблему с крышей? На этот вопрос нам ответить не смогли. Однако пообещали периодически счищать оттуда снег. Работы за последнее время были проведены позавчера и буквально сегодня в течение дня почистили кровлю над пятым подъездом, в частности по заявкам жильцов. Нынче у нас зимой такие погодные условия, что необходимо будет постоянно обращаться. Ремонтные работы проводятся в летний период по заявкам собственников. Как в этом случае жить людям? Свой юридический совет дал адвокат Сергей Кондратьев. Протечки в кровле должны устраняться в течение суток. Протечки в перекрытиях в течение трех суток. Поэтому хотят они или не хотят, они обязаны это делать. Речь не идет о капитальном ремонте. Вы сделали так, чтобы вода не бежала. Необходимо на них жаловаться. Жаловаться вот этот государственный жилищный надзор. Жаловаться в прокуратуру, жаловаться в администрацию, потому что люди из ветеринаржения не свиньи и должны жить в нормальных условиях. То есть, если коммунальщики бездействуют, то смело звоните в отдел контроля управления городского хозяйства по телефону 26 22 37. Или пишите жалобу на сайт государственной жилищной инспекции. Но ни в коем случае не бездействуйте. Влада Фельская, Степан Некрасов, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками. Субтитры создавал DimaTorzok